Британцы выпустили новую версию своего интегрального усилителя Riga Elicit MK5. От предыдущих версий он отличается тем, что на борту встроен ЦАП Волфсон. И это означает, что теперь Riga Elicit MK5 ты можешь использовать как расширение для своей домашней аудиосистемы, например, подключив её по оптическому входу к телевизору. Также Riga можно подключить по цифре с помощью коаксиального входа. Оптические и коаксиальные цифровые входы гальванически и оптически изолированы. Это означает, что все помехи, которые теоретически могут попасть в усилитель Riga по кабелю, будут отсечены. Кроме того, на задней панели есть вход для подключения проигрывателя винила. И, кстати, в Riga встроен довольно высокого уровня фонокорректор MM. И сегодня я затестировал этот фонокорректор с проигрывателем винила Roxanne Radio 7. Это просто какой-то безбожно-аудиофилический проигрыватель с пасиками, с противовесами, с каким-то безбожно-утончённо изготовленным толстенным прозрачным столом. На задней панели 4 входа RCA для подключения аналоговых источников, плюс вход прямой для подключения аналогового источника непосредственно к усилителю мощности, минуя предварительный усилитель. Также здесь есть 2 входа для записи. Если ты балуешься перезаписью кассет, бобин или винила, то подключайся и Riga совершенно спокойно скоммутирует твои все потребности в перезаписи. Кстати, один из этих входов обозначен как линк. Что бы это ни значило, я на самом деле не знаю. На задней панели также 2 выхода. Один pre-out, к которому ты можешь подключить либо усилитель мощности, либо сабвуфер для расширения басовой составляющей своей домашней аудиосистемы. И один выход для перезаписи. Ну и, конечно же, какая задняя панель усилителя без терминала подключения акустики. К Riga LEC TMK5 ты можешь подключить одну пару акустики. Внешний вид Riga LEC довольно-таки винтажный. Он простой. В нем нету совершенно никаких излишеств. У меня вообще создалось впечатление, что этот усилитель делался на фабрике, на которой по вечерам производят вентиляционные вытяжки кухонные. Потому что, ну, на самом деле, все панели ровные, прямые, очень простые. То есть, я вижу функциональность и я не вижу никаких изысков. На передней панели две совершенно одинаковые кнопки. Слева включить-выключить, справа переключатель входа. Входы переключаются перебором и нажимаются кнопки довольно-таки туго и с таким характерным пощелкиванием. Регулятор громкости довольно-таки интересный. И он изготовлен по схеме ALPS, что бы это ни значило. Но имеется в виду, что регулятор громкости точный, чистый и не привносит в музыку никаких искажений. Также, что характерно для всех RIG, на передней панели красными буковками горит фирменный логотип RIG. В цветах усилителя RIG присутствует только два цвета, черный и красный. И вот этот красный в сочетании с черным, на самом деле он так тускло светится, что у меня все время создается впечатление вот с тускло светящимся глазом терминатора, который вот-вот набросится на меня из темноты. Сегодня в салоне High Fidelity на CESU-33 в RIG я протестировал RIG вместе с проигрывателем компакт-дисков, также производителя RIG. Посмотри, это RIG Saturn MK3. И что характерно, у этой RIG верхняя загрузка компакт-диска. Обрати внимание, как открывается крышка проигрывателя компакт-диска. Это просто как люк космического корабля. Вниз, снова вверх, вниз, снова вверх. Вот реально создается впечатление, что слева от меня находится терминатор со своим мигающим глазом, а справа броневик из второй части фильма «Чужих». И вот эта вот верхняя крышка, вот это реально крышка люка броневика из фильма «Чужие», в которой сержант Рипли замочила всех, кого только могла замочить. RIG Saturn MK3 имеет на борту ЦАП «Волфсон». Даже не один ЦАП, а целых два ЦАПа «Волфсон». Для улучшения, конечно же, качества звука. Если тебе интересно, какая модель «Волфсона» здесь используется, пройди по ссылке в описании, посмотри. Интересно, что этот проигрыватель компакт-дисков также может работать как внешний ЦАП, например, для твоего компьютера, либо для другого источника. То есть ты можешь подключить сюда компьютер по USB, либо ты можешь подключить сюда опять-таки телевизор по той же оптике и получить на выходе аналоговый сигнал через выход RCA. Довольно-таки интересное и удобное решение. Дизайн Сатурна точно такой же, как у Риги Элисита МК5. И по заверениям производителей, Сатурн обязан работать в паре с Элиситом, потому что они созданы друг для друга. Пульт у Элисита и Сатурна довольно-таки винтажный. Вот посмотри, какой это винтажный черный прямоугольник. У меня прямо создалось ощущение, что я вернулся в далекие 90-е, когда появились первые пульты к телевизорам. И вот это вот блестящее лакированное акриловое чудо, усыпанное прямоугольными и квадратными кнопками, оно просто вот прямо просит, понажимай на меня, понажимай на эти кнопки. Пульт пластиковый, прямоугольный, с довольно-таки острыми краями. Но вот самая нижняя кромка, самая нижняя грань у него такая закругленная. Видимо, ну да, это эргономическое решение для того, чтобы пульт было удобнее лежать, держать в ладони. То есть он довольно-таки удобно ложится в ладонь. От предыдущей Риги Элисит отличаются двумя фундаментальными вещами. Ну, скорее всего, были сделаны еще какие-то изменения не столь существенные. Но первая фундаментальная вещь в Риге появился ЦАП Волфсон, который поддерживает сигнал до 24 дробь 192. И второе, что улучшилось в Риге, это предварительный усилитель. Рига Элисит МК5 получила новый продвинутый предварительный усилитель на ФЕ-транзисторах. И этот усилитель взят от интегрального усилителя Рига АЭТОС из топовой линейки, который в ритейле стоит порядка 4000 евро. Это сделано для получения максимально чистого и прозрачного сигнала на секцию усилителя мощности. Усилитель мощности в Риге класса АБ. Мощность Риги Элисит составляет при 8 Омах 105 Вт на канал, при 6 Омах 127 Вт на канал и при 4 Омах 162 Вт на канал. То есть показатели мощности этого усилителя говорят о том, что мощность у него реально достаточная. Внутри по центру усилителя установлен огромный тороидальный трансформатор, который и питает мощностью весь этот праздник звука, который выдает из себя Риги. И транзисторные, собственно говоря, транзисторы усиления находятся по бокам усилителя для каждого канала, соответственно, слева, для левого канала слева, для правого канала справа. И при работе усилитель нагревается с боков и нагревается по центру, там, где находится тороидальный информатор, трансформатор. Вес усилителя весьма солидный, он 14 кг, и когда пытаешься усилителя поднять или переместить, ну, создается впечатление такой увесистой металлической болванки. Солидная штука, я скажу тебе. Сегодня я прослушивал Ригу Элисит МК5 с проигрывателем компакт-диска космического происхождения Рига Сатурн МК3. Я подключал также для теста проигрыватель винила Roxanne Radius 7. И всё это хозяйство у меня было подключено к, на мой взгляд, совершенно недооцененной британской акустике Рига РХ5. Небольшая напольная акустика, которая выглядит очень компактно. Басовый динамик у них расположен сбоку. Вот он направлен, кстати, внутрь и у левой, и у правой колонки. И, собственно говоря, небольшой среднечастотный динамик и небольшая пищалочка. Акустика невысокого роста, но, ребята, какой она выдает масштабный напористый звук вместе с Регой Элисит МК5. Это просто какая-то бомба. Сегодня в салоне High Fidelity на CESU 33 в Риге я послушал разнообразные виниловые пластинки, я послушал компакт-диски. Единственное, что мне не удалось послушать, я не смог подключиться к Реге Элисит МК5 по блютузу. Но нету в нем приемника блютуза, ребята. Это же просто какое-то преступление для наших дней. Также я послушал Регу Элисит со своими наушниками открытого типа, магнитопланары. Hi-Fi Man HE4 2X. Довольно-таки хорошие наушники. Звук мне сегодня понравился, ребята. Лучше всего Рига звучит, конечно же, с винилом. Вот с винилом ты получаешь от этой Риги максимально кайфовый звук. Этот звук не ударяется в аналитичность. То есть детальность в нем довольно-таки средняя. Но в нем достаточно напора, достаточно мощности, достаточно масштабности для того, чтобы перенести тебя в место, где записывалась эта музыка. Для того, чтобы ты, услышав музыку, увидел перед собой образы исполнителей. Звучание густое. Пожалуй, я бы сравнил его со звучанием винтажных усилителей Sony ES. У меня в свое время был усилитель Sony ES590, Sony ES570. У меня был Sony ES770. И вот звучание Риги напоминает именно Sony своей густотой, насыщенностью. Фокус Риги на самом главном, что происходит в музыке. И это главное действие, оно как бы акцентировано, оно выделено. В то же время, как детали отступают на задний план. Сцена широчайшая, она однозначно уходит за пределы акустики и вправо, и влево. Она глубокая, информативная. Я слышу слои, я слышу, что музыканты расположены на разном расстоянии друг от друга. Я слышу, что между музыкантами находится вот такое физическое пространство. И в то же время ощущение от звука, оно очень приятное, комфортабельное. Этот звук однозначно можно слушать весь день напролет. А если ты включишь эту музыку с помощью Риги вечером, то это однозначно вызовет в тебе позыв к расслаблению, позыв к релаксу. Потому что музыка теплая, густая, она красочная. Она немножечко такая, как бы приятно, приятно шершаво-шерстяная. То есть она греет тебя, она теплая. И она ни в коем случае никогда не утомит тебя аналитичностью, какой-то назойливостью. На некоторых записях, да, я слышал некоторый акцент на средних, высоких. То есть иногда себе лянты подчеркиваются. Но опять-таки это зависит от записи. Например, при прослушивании цифровых записей на Сатурне, Да, я слышал подчеркивание сибилянтов. Но при прослушивании винила на Роксан Радио 7 я сибилянтов не услышал. Очень густой, насыщенный, приятный, полноразмерный, расслабляющий, просто вовлекающий звук, ребята. В заключении скажу, что дизайн, конечно же, спорный. На мой взгляд, он простоват. И я бы, конечно, хотел видеть что-нибудь более изысканное. Но, с другой стороны, это только мое мнение. Потому что раз инженеры в Британии создали такой дизайн, значит, он им понравился, значит, он их зацепил. И на самом деле, обсуждая с коллегами усилители марки Рига, я узнал, что моим коллегам такой дизайн очень-очень даже нравится. То есть, дизайн – это личное дело вкуса. По звуку этот звук однозначно теплый, с немного протяжным басом. Он такой винтажный, он густой и насыщенный, расслабляющий. То есть, это приятный звук и, возможно, интересный дизайн. Но кому как. Да, кстати, я рассказывал, 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 рассказывал о том, как звучит Рига с колонками. Но совершенно забыл о том, что тебе необходимо рассказать о том, как звучит Рига с наушниками. Я прослушал Ригу сегодня со своими магнитопланарами Hi-Fi MAN HE4-2XA. Важно, что при подключении наушников к передней панели динамики отключаются автоматически. То есть, тебе не надо искать кнопку и отключать их вручную. Звук по характеру точно такой же, как звук через акустику. У меня создалось впечатление, что при надевании наушников звук к тебе становится просто ближе. Тот же густой, насыщенный, приятный звук с мягкой, мощной динамикой. Образы музыкантов фокусируются плавно, приятно, совершенно естественно. Слоение в глубину, всё как надо совершенно. Но всё это просто ближе к тебе. На самом деле, Hi-Fi MAN стоит всего три сотни. А Рига или Сид, если я не ошибаюсь, посмотри по ссылке, более 2000 евро он где-то стоит. Так что эти наушники как бы не совсем пара. Но, тем не менее, звук всё равно приятный и вовлекающий. Сегодня в салоне Hi-Fidelity на CESU-33 в Риге я получил приятные ощущения, приятные впечатления от прослушивания. И в заключении хочу сказать тебе, что канал Premium Hi-Fi развивается. И для улучшения качества звука, для улучшения качества видео, мне необходимо обновлять оборудование, на котором я снимаю свои видео. Прямо под видео есть кнопочка «Спасибо». Нажимай её. И все полученные донаты, все полученные спасибо отправляются прямиком на улучшение оборудования. На этом всё, дружище. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok